Что-то помните? Да, в прошлый раз мы говорили про, у нас было два новых понятия, это не сервые кольца, с помощью которых мы можем довольно быстро показывать, что существует разложение произведения неразложимых. А второе, что мы сделали, это мы прошли поле частных. Это конструкция, которая из области целостности K делает поле частных, вот от K, точно так же, как вы из целых чисел получаете рациональные. А именно вы просто берете все пары AB такие, что B не равно нулю, то есть, опирается в сложение и вложение, все как делается в рациональных числах. Ничем не отличается. И таким образом у нас, ну, значит, это поле удаляет тем свойством, что у нас K просто в него вкладывается. То есть, у нас есть не просто область целостности, а уже над ним построено поле, которое его содержит. Ну и наша сегодняшняя основная цель, это доказать такую теорему, финальную теорему про факториальные кольца, то, что если K факториально, то кольцо многощинов над X над K тоже факториально. В частности, например, ну, следствие этой теоремы будет, ну, два основных следствия, что, ну, например, кольцо многощинов над Q от конечного числа переменных, оно будет факториально. Если первое следует просто из-за того, что Z может раскладываться на множество, или второе следует из-за того, что мы можем добавлять сначала одну переменную, потом вторую, потом третью, и и так далее. Ну, давайте я немножко... Да. Да. Что такое код X1 и Xn? Это можно считать, что это то же самое, что код X1, X2 и так далее, Xn. То есть вы добавляете сначала одну переменную, потом вторую, потом и так далее, n. Это многощинов над переменных. Они выглядят так, что каждый... Это сумма маномов. Маномы выглядят как альфа G1, Gn, X1 в степени G1, Xn в степени Gn. Вот сумма таких маномов. Это, то есть, можно представлять так, что вы сначала добавляете Q одну переменную, потом вторую, потом третью и так далее. Поэтому можно сказать, что... Мы будем добавлять по индукции, да, что Q факториально, Q от X факториально, Q от X1 факториально, Q от X2 факториально, и так далее. Ну, это верно для любого поля. То есть, над любым полем многочлены от N переменных — это факториальное кольцо. Ну, понятно, что для Z то... То есть, и для Z тоже верно, да? То есть, Z от X1, Xn тоже будет факториально по той же самой теореме. Значит, наши предыдущие... То есть, предыдущие способы доказания факториальности... Доказание факториальности не работает, потому что самое общее, что мы смогли доказать, это что кольцо главных идеалов факториально. Это наше предыдущее достижение. И тут оно не работает, потому что ни Z от X, ни Q от X1, Xn, если N строго больше единицы, оба этих кольца, они не кольца главных идеалов. Значит, давайте я так подчеркну, да, что мы не просто что-то, ну, как бы доказываем... Ну, мы не можем доказать тем же самым способом, потому что не работает. Значит, Z от X это не кольцо главных идеалов. Значит, как это доказать? Можно двумя способами это сделать. Ну, либо... Значит, самый простой способ это привести идеал, фактор, по которому будет оба соцелостности 0-липолем. Мы с вами знаем, что если у нас какое-то кольцо главных идеалов, то любой простой идеал там максимален. Ну, другими словами, если у вас есть какой-то идеал, то фактор по нему либо не область целостности, либо поле. То есть у вас не бывает область целостности, не поле. Но если вы возьмете Z от X и отфакторизуете его по идеалу, порожденному X, то вы получите Z, это не поле, и область целостности. Поэтому Z от X это не кольцо главных идеалов. Ну и то же самое, если возьмете Q от X1, X2 и отфакторизуете его, скажем, по идеалу, порожденному X1, то, конечно, вы получите Q от X2. И это тоже область целостности и не поле. Потому что их звание от обратного. Поэтому наши предыдущие достижения тут не работают. Надо придумать что-то новое. Собственно, я в прошлый раз уже сказал основную идею. Значит, я буду рассказывать для произвольного факториального кольца, но если сложно, можете себе представлять, что мы работаем с целыми числами. Тогда будет, может быть, попроще. Значит, идея такая. Ну, понятно, что... То есть, опять же, ну, вообще можно, если Q хорошее, если Q довольно такое, ну, приятное, то у нас, скорее всего, нётерово. И поэтому в нётеровом кольце у нас всегда существует разложение в произведении неразложимых. И надо проверять только то, что любой неразложимый элемент прост. Но, в принципе, мы... Из-за качества будет видно, как ты... Можно у неё всё просто не пользоваться и как, в общем случае, это показать. Но главное, что надо сделать, это показать, что любой неразложимый прост. Ну, как мы это сделаем? Вот посмотрим на K от X. Значит, там есть какой-то F от X, и F от X у нас неразложимый элемент. И тут есть два случая. Первый случай это когда степень F от X равна нулю. То есть F от X это просто некоторое число A из K. Значит, если A из K, то... И он неразложим как многочлен, то он неразложим как элемент K, потому что что такое разложим? Ну, опять же, он не писается в виде произведения двух необратимых элементов. Если у нас элемент SK, то он произведется в виде только многочленов в нулевой степени, поэтому у нас значит, A это неразложим... Значит, мы предлагаем, что неразложим в K от X, ну, а значит, A неразложим в K. значит, A простой элемент K и отсюда, может быть, можно получить, что A простой элемент в K от X. То есть, мы пользуемся тем, что A это константа, пусть тем, что это простой элемент в K, мы хотим доказать, что это простой элемент в K от X. Возможно, нам это удастся получить, тогда, по крайней мере, с константами мы разберемся. Другой случай, когда степень у нас многочлена большая. То есть, это настоящий многочлен. Тогда мы смотрим на него, как на многочлен из поле частных надку. То есть, мы берем, строим поле частных. Это будет у меня поле F. И мы смотрим на F от X, как на многочлен из F от X. Ну как, у вас есть многочлен с целыми коэффициентами? Можете на него смотреть, как многочлен с рациональными коэффициентами, просто у него все коэффициенты целые. И посмотреть на его разложение. Вот, первый вопрос, будет ли F от X неразложим? F от X, да. Значит, если это правда, то он, конечно, прост, как элемент F от X. И потом, возможно, мы сможем из этого вывести, что F от X прост в исходном кольце. То есть, если он простой, как многочлен с рациональными коэффициентами, то он простой, как многочлен с целыми коэффициентами. То есть, на вот эти вот, там, можно, если мы знаем, как работать с многочленом, с коэффициентами, у которых есть какие-то знаменатели, на самом деле, можем там свести это к вопросу о многочленах, где у нас знаменатели все равны единице, то есть, у нас просто лежит все в K. Значит, вот эта идея доказательства того, что любой неразложимый элемент прост А существование разложения будет следовать, например, из нётировости, ну или по ходу дела мы там поймём, что То есть, если мы это проделаем, то разложение будет понятно, как строится, потому что вы берёте f от x И дальше, ну, тут надо вынести общий коэффициент, нот всех коэффициентов Разложить его в k, а остальное многочисленное надо разложить вот здесь Ну, вот примерно такой план Ну, давайте начнём его реализовывать Давайте сначала разберёмся с первой частью Она, ну, по моду, для того, что если мы верим в то, что мы, как бы, продвинуты в фкатеризации по идеалу, то она совсем простая Если вы не верите, то, конечно, будет немножко посложнее Так, утверждение 1 Ну, можно ли М1 писать, можно утверждение 1 Значит, я утверждаю Что если f от x — это неразложимый элемент в кольце k от x, и его степень нулевая, то он прост Вон там простой элемент Значит, если f от x — это какой-то многочлен в степени 0 И разложим В кольце k от x, то он там, то это простой элемент k от x Простой элемент k от x Значит, ещё раз Если многочлен в нулевой степени, то он просто равен какому-то элементу из k Так как он неразложим в k от x, то он неразложим и в k a неразложим в k Значит, a — это простой элемент, потому что k факториально Потому что k факториально, в k факториальном кольце у нас неразложимый простой — это одно и то же А что такое просто? Значит, что Если мы отфакторизуем k по идеалу, порождённому a Это будет область целостности Значит, дальше всего, что я должен проверить Это то, что если я отфакторизую k от x по идеалу, порождённому a То это область целостности И нужно всего лишь поверить Ну и там проверить, сейчас мы поймём, как это сделать Что k от x, отфакторизованного по a, изоморфно k по a от x То есть, если вы факторизуете все многочлены по идеалу, порождённому a Это то же самое, что отфакторизовать k по a и взять многочлены вот с такими коэффициентами Если это правда, то правое точно область целостности, потому что k по a область целостности Ну и значит Ну и значит, а простой элемент В k от x Всё, доказано, закончено Ну давайте я по это прокомментирую Если это непонятно То есть, нам нужно проверить Ну потому что, смотрите Значит, ещё раз Мы доказывали, что a простой элемент Тогда только тогда, когда фактор это область целостности Но есть только идеал нетривиальный Вот Значит, фактор k от x по a Область целостности Значит, а простой элемент Ну, да, ну, смотрите, да Я опускаю, может быть, всякие мелочи Например, про то, что Тут нужно проверять, что они нулевой и необратимой Но обратимые в k от x То же самое, что обратимые в k Потому что все обратимые элементы в многочинной степени 0 Которые обратимые А это ровно k То есть, у меня на первую плану вот такое равенство Поэтому Если a там было То есть, если a не разложим, то он необратимый Значит, он необратимый элемент k Поэтому, например, всяких там тривиальных случаев не бывает Если вам нужно проверить Вот такое утверждение, что Если я авторизую многочин по идеалу То это то же самое, что Можно взять Сначала авторизовать по идеалу Потом взять многочин с такими кресцентами Ну, как мы это делаем? Ну, у нас есть Отображение Каноническое Из k в k по a Когда мы просто каждый элемент Сдвигаем его на смертный класс по идеалу a Это вот там Канонический гомоморфизм Я его просто продолжаю до многочленов То есть Говорю, давайте мы его продолжим До кольца многочленов А именно, у каждого многочлен Будем сдвигать по модулю a То есть у нас смежный класс Наберу остаток по модулю a То есть это такой pi продолженный Ну, там pi с волной Ну, ядро тут не поменяется Ядро здесь и здесь Это все многочлены То есть что такое ядро? То, что переходит в ноль Что переходит в ноль? В ноль переходит все многочлены У которых все коэффициенты делятся на a То есть ядро pi Pi с волной будет в точности Диал порожденный a Это будет стерективное отображение В котором ядро Это все многочлены У которых попадают сюда в ноль Это все многочлены У которых все коэффициенты делятся на a Здесь у меня есть многочлен там fn в степени n f0 и пи с волной это ноль от него это значит что f и т лежат в идеале прожденном а потому что но я это 0 когда у меня все коэффициенты лежат а ну и значит у меня эта штука все весь многочлен просто делится на а поэтому ядро в точно будет идеалом прожденном а ну и по теореме агноморфизме получаю вот так вот это вот равенство да так понятно ну хорошо я то подожду может ну вот это такое то есть если бы вы были сейчас не хочу никого унизить но там не знаю в десятом классе то я конечно такое доказательство говорил да я говорил такое доказательство мы что здесь доказываем давайте я так напишу на всякий случай упрощенной версии доказать что а прост это выходить след сделать следующее что если произведение многочленов делится на некоторое некоторое простое число но простой элемент то тогда один из максимальных делится да это что означает простоту ну в школе от обычно так делают вы говорите ну как берем все коэффициенты я все коэффициенты же берем минимальный элемент минимальный коэффициент в f который не делится на p минимальный элемент в g который делится на p ну и смотрят что происходит по модулю p да то есть у вас если взять по модулю p давайте возьмем по модулю p эти многочлены ну и вот у нас f вот последний коэффициент и нулевой будет скатой тут все с большей степени в ката не равен нулю а у многочлен gx ну у него допустим последний последний нулевой коэффициент gm мы но если они оба не делятся на p то такие найдутся но тогда если вы их перемножите то у вас при степени к плюс m будет не 0 коэффициент чего быть не должно но обычно в школе так делать там берете вот то есть если вас есть два многочленный про денег делится на p то вы смотрите минимум берете минимальный коэффициент там и там делится на p и соответствующей степени это коэффициент не будет делиться на п получается противоречие поэтому хотя бы у одного из них все коэффициент делится на п это вот тоже самое мы как бы сделали то же самое то есть мы используем просто то то что та штука оба стелсности поэтому произведение можно обратиться в ноль если они оба не ноль но в принципе книжка можете такое встретить окей хорошо но это была простая часть теперь сложная значит сложность ну на самом деле мы уже половину сделали но тут нужна некоторая еще доработка пусть у меня значит пусть давайте я пока некоторые суждения пусть k от x и f неразложим здесь нам поможет но чтобы переходить от многочленов обычных с нормальным коэффициентами многочленов которые коэффициенты будут дробями нам нужно научиться выносить общий множитель и по максимуму сокращать поэтому вводится в первую очередь определение а именно можем взять просто многочлен у каждого многочлена с коэффициентами ска можно взять все коэффициенты и почитать их нот то есть мы берем если у нас есть просто какой-то многочлен давайте я же от x напишу чтобы вот эти многочлены не путался на всякий случай да наибольший общий делитель он определен любого факториального кольца то что вы можете просто написать разложение в произведение разложим их и взять из них там минимум да то есть минимум по всем минимальный степень вхождения вот в эти же нж 0 для каждого простого этих произведений это будет наибольшей наибольшей общей делитель но давайте я напишу крым контерами на переноситель ну носитель может это наибольший или нот но давайте носитель для такой есть значит носитель многочлена g от x это просто нот его коэффициентов нот коэффициентов но обозначается он c от g нот определен с точки до ассоциированности но мы часто сейчас будем писать раз с точки до ассоциированности но и я могу принципе писать и ассоциированность но это будет немножко неудобно значит если я по текст неразложим то мы можем вынести ну давайте посмотрим кроме может быть носитель ну то есть на могут ли все его коэффициенты делиться на какое-нибудь число ну если они делятся на какое-нибудь число неразложимое то это плохо потому что тогда получается что он раскладывается в произведение вот этого сомножителя на остальное многочлен то есть если f от x если c от f делится на комиссии по неразложим элемент к то тогда можно написать что f это п на некоторый другой многочлен же и это будет разложение они это оба элемента будут необратимыми уже это многочлен степени больше либо равна единица а по это необратимый элемент поэтому f не будет неразложимым следовательно c от f должно быть равно единице ну или давайте я это пишу аккуратно ассоциирован с единицей то есть носитель многочлена f должен быть единица но такие многочлены то есть есть он неразложим у него взять нот коэффициентов равен единице иначе бы на что делился вот такие многочлены будем называть примитивными определение f от x называется примитивным если нот коэффициентов ассоциирован с единицей или носителя ассоциирован с единицей если нот его коэффициентов коэффициентов ассоциирован с единицей ну или можно написать что c от f ассоциирован с единицей то есть если многочлен но не разложим да да я написал и написал но если у нее степень больше либо равна единица то он обязательно то взять может быть примитивен ну и дальше вся игра состоит в том что мы можем есть он здесь какое-то разложение мы можем его свести к разложению в я съесть есть какое-то равенство в конце многочленов ты можешь вынести нот с левой и правой части если все произведение примитивных многочленов а есть у нас есть какие-то дроби с знаменателем можем доносить и знаменатель так что получилось многочлены с обычными коэффициентами снова все вынести и снова перейти к примитивным многочленам и собственно вот на этом трюке стоит собственно все доказательства теоремы но давайте мы аккуратно это докажем значит ключевое утверждение 2 она тоже простое следует из утверждения 1 но тем не менее она очень полезная это называется кажется лимма гауссов но там немножко разное утверждение называется лимма гаусса поэтому можно не запоминать на название но суть у них давайте я дал это время напишу ну и можете какие-то следствия еще потом получим полезное значит первое что произведение примитивных многочленов примитивно произведение примитивных второе что если у меня есть произведение двух многочленов то носитель произведения равен произведению носителей то есть если вы вам многочлены перемножили то удивительно но их но тоже перемножился то есть это когда-то иногда лимма гаусс назад первым называют второе ну и для нас будет полезно для нас будет полезно такое утверждение значит я тут можно по разному это делать я просто всегда мне хочется какие-нибудь обозначения удобные я обычно когда многочлен примитивный обозначаю его оставлю сверху крышечку то есть если вы возьмете многочлены f можно из него вынести носитель и останется многочлен такой же но с крышечкой это будет означать примитивность ну вот я сейчас напишу такое утверждение что если дано равенство а большое на какой-то примитивный многочлен равно b большое на произведение нескольких примитивных многочленов где все что с крышечкой это примитивные многочлены а а и b это просто какие-то числа тогда а и b ассоциированы ну то есть можно отдельно вынести коэффициент отдельно вынести эти многочлены тогда у меня а ассоциировано с b а и с крышкой равно произведению вот этих вот примитивных многочленов будут слишком много пунктов на самом ли это все одно и то же поэтому тут они понятно как другу следует но давайте докажем первое так первое очевидно если у меня есть два примитивных многочлена примитивные пусть их произведения не примитивные многочлен значит что это примитивный многочлен значит у него нот коэффициентов не отсыдан с единицей не обратим значит их нот делится на какой-то неразложим элемент к значит f от x на g от x с крышечкой делится на какой-то неразложим элемент p неразложим элемент к но конечно это читерство да но вот в первой части мы уже доказали что если они по неразложим элемент к тупо это простой элемент ну по режиме мент вклад их значит простой элемент в к от x а если он простой элемент в к от x то значит если у нас произведение двух многочлен делится на п то хотя бы один из них многочлен делится на п что противоречит тому что они примитивные из первого будет следует что фатекс не примитивный из второго будет следует с уже от x с крышечкой не примитивный и это противоречие вот тут мы использовали трождение 1 ну отсюда например ну сейчас давайте отсюда по идее очевидно следует трое третье ну например второе да значит у нас написано следующее я фото c от f умноженное с крышкой не с крышкой примитивный g это c от g на же с крышкой g с крышкой примитивный тогда f на g это c на f на c на g на f с крышкой на g с крышкой причем по условию 1 то что справа написано это примитивный многочлен то есть вы получается представили многочлен как что-то какой-то константа умножить на примитивный но это конечно это константа это и есть их носитель потому что если бы носитель не отличался то значит там либо примитивного чем бы на что-то простое делился либо получилось что там ну на то есть да у нас обязательно эта штука делится на цифру ну да тогда получилось бы что штука наделись на какой-то п что противоречит примитивности начало следует что c от f на c от g равно c от fg ну опять же я и наверно может быть там нужно может первое проверить да что если вы выносите коэффициент то остаться примитивного гащенко потому что если бы у этого многочлена был бы какой-то общий множитель тогда можно было добавить c от f а значит эта штука примитивно это вроде понятно но сыру надо извините да я все время то то есть процент определен с точки дассоциироваться поэтому нужно везде писать ассоциированность но на самом деле не понятно можно можно сказать что равен точно ассоциированности или заранее сказать что мы ну не примитивно можно стать что нас просто cf равно единицу например потому что так непонятно это же формально это как бы представитель класса эквивалентности поэтому не готовится на работать но 3 примерно точно также доказывается да что если такое равенство она с крышкой от x равно b на же один с крышкой от x и тогда лежим с крышкой от x то так в правой части все эти многочлены примитивные то их произведение тоже примитивный многочлен воспользуемся первым и применим индукцию ну вас получается равенство в котором слева и справа написано что-то на примитивно initiate на примитивной и понятны что если бы у вас а не было равно b то какой-то из них бы делился то есть был бы различий комната простом с множ coses и тогда получилось что либо с крышкой делится на простой с множиной либо то что справа делится на простой с множиной ну а тогда получается что у нас действительно можно написать что можно отделять отдельно константы, отдельно части, которые следуют примитивному примитивному произведению. Так, ну сейчас видим, будет звонок. Собственно, вот это самая сложная техническая часть. После этого, то, что мы тут написали, то, что мы до этого писали, про план, доказательства, он будет работать Ну, ура! То есть, следующий тренинг, который мы докажем, давайте я симулирую и сделаем перерыв. То есть, основное утверждение будет стать следующим. Так, это что, даже где-то 3 у нас будет. Что если f от x примитивный многочлен из k от x, то он неприводим в k от x тогда и только тогда, когда он неприводим в f от x. Да, значит, про многочлены часто вместо неразложимого пишут неприводимый. Так сложилась жизнь, в общем. Это одно и то же, но термины тут немножко различаются. Значит, f неприводимый многочлен в k от x тогда и только тогда, когда f от x неприводимый многочлен в f от x, ну, где f это поле частных k. то есть, если многочлен примитивный с selmic и cent, например, то он неприводимый в selmic и cent тогда, когда на z тогда, когда он неприводим над q. Это одно и то же, если он примитивный. Ну, вот после перерыва мы это докажем, и потом останется доказать только то, что если он это вот будет первая часть, а вторая часть нужно будет доказать, что вот эта штука воспользуется тем, что он просто в f от x и сказать, что он просто в k от x. и все, доказатель будет закончено. Так, сейчас перерыв. Значит, опять же, если вдруг вот здесь какие-то вопросы есть, может быть, что-то я в прошлый раз что-то такое пропустил, очень важно. Ну, что, наверное, можно продолжать потихоньку. Так, ну, я к тебе говорю, что если надо что-то помедленнее говорить, мне скажите, я, может, проторможу. Так вроде все понятно, не знаю, может, непонятно. Понятно, но не очень. Итак, мы доказываем утверждение 3, что если есть примитивный многочлен, то он неприводим в k от x тогда, когда он неприводим в f от x. Значит, то, что он примитивный, это важно, потому что понятно, что я могу написать там многочлен, например. Ну, вот, если брать многочлен на d от x, то там больше неприводимых, например, многочлен типа там 2x плюс 2, он неприводим на q, ну, потому что многочлен первой степени, но его вообще никак не разложить. А на d он приводим, потому что на d можно написать 2 на x плюс 1. То есть тут все-таки есть некоторая разница между ними. но это вот, то есть неприводимость, она различается только в случае, когда вы выносите общий коэффициент. То есть то, что вот я до этого написал на доске, оно не совсем правда, не совсем правда, что если у вас многочлен, то есть, ну, вот, в эту сторону, по крайней мере, неправда, потому что если он не приводим на не приводим на q, это правда, а вот в обратную сторону это немножко не работает. Поэтому тут нужно аккуратно говорить. Доказываем. Так, ну, в какую-то сторону это, наверное, просто? Ну, в какую сторону просто? Если бы у меня f от x, значит, пусть f от x у меня, значит, я слева направо налево, да? Если f от x не приводим над полем, не приводим в f от x, значит, если f от x не приводим в k от x, то он является произведением двух каких-то многочленов. Ну, которые необратимы, не ассоциированы с ним. Так как f от x примитивен, то справа написаны тоже примитивные многочлены, потому что если бы хотя бы один из них был непримитивен, то был бы какой-то нот, то есть он бы на него делился, тогда f от x на него тоже делился. Значит, так как f от x примитивен, то g от x, h от x тоже примитивные, но отсюда следует, что их степени не могут быть нули, потому что нулевые многочлены примитивной степени от обратимые элементы. Поэтому степень у каждого из них больше, чем равна единица, но тогда это же разложение работает и в f от x. В f от x я могу точно так же разложить многочлен, то есть ставить многочлен в виде произведения двух многочленов в меньшей степени, и тогда это будет разложение f от x. Тогда f от x не не приводим в многочлен. То есть вот как раз тут вот работает примитивность, и вот этот пример не работает, да, потому что я как бы двойку стер, и теперь у меня, если он приводим в z, то это обязательно компоненты должны быть в меньшей степени, поэтому у нас разложение в катекс, это будет разложение и в f от x тоже. Ну, что касается обратной, обратную, дайся в обратную сторону. Что-что? Вот это. Ну, смотрите, у меня получилось, что f от x равен z от x на z от x, причем эти многочлены не константы. Тогда я могу посмотреть такое равенство в f от x. в f от x у меня многочлены f от x, то есть это проединение двух многочленов, ни один из которых не обратим элементу, что степень больше единицы. Поэтому получается это разложение, ну, это значит, что он не неприводим в f от x. Ну, f от x, это что такое? Это многочлены коэффициенту, у которых это поличастных от k. То есть у него те же самые коэффициенты, только я могу брать все знаменатели. Но в частности, g от x, h от x, это тоже многочлены из f от x. Ну, как вы берете, там вот у вас есть x от x в z, но вы берете раскладцию x на x плюс 1. Это разложение работает и на таку тоже. Поэтому, если он разложим на z от x и степени у этих многочленов не нулевые, тогда это разложение работает и в f от x, и оно будет противоречить неприводимости. в прямом следствии, тут надо использовать лему гаусса. f от x, пусть наоборот, пусть f от x не приводим в k от x, но не не приводим в не не приводим в f от x. Если есть какое-то разложение в многочленах, давайте сотру все-таки третью часть, вроде понятно, что там происходит, не не приводим в поле частных. Тогда он представляется в виде произведения каких-то многочленов, вот так они в поле частных, я их напишу с волнами. Это какие-то такие подозрительные многочлены, у которых коэффициент это необычные числа, дроби, где g от x и h от x лежат в f от x и у них степени больше либо равны единицы. Поскольку это разложение в f от x, то есть у нас в f от x все константы обратимы, поэтому если есть разложение, то оно обязательно на многочлены меньшей степени. Потому что мы предложили, что он неприводим в k от x, но не неприводим в f от x. Если он не неприводим, это значит, что существует представление f от x в виде произведения двух элементов, каждый из которых необратим. Значит, если они необратимы, значит у них степени больше либо равны единицы. Это то же самое. Теперь смотрите, мы просто вынесем, берем, вынесем общий знаменатель в g с волнами от x и общий знаменатель в ваш от x. Ну и да, в принципе, можем еще и числитель вынести. Ну давайте я опять же про это, может быть, отдельно здесь напишу. Значит, вся соль доказательствует в том, что мы просто ведемся к примитивным многочленам. Значит, смотрите, если у меня есть многочлен в f от x, то тогда я могу написать вот такое равенство, что g с волнами от x это какое-то a большое на b большое на g с крышечкой от x где a и b лежат в k а g с крышечкой от x это примитивный примитивный многочлен из k от x. Ну, как я это сделаю? Я просто возьму общий знаменатель, то есть приведу к общему знаменателю и это будет b. А потом с числителя возьму носитель и b это будет a. Получится, что g с волнами от x стадить на b на g с крышечкой от x. То есть, ну, в принципе, я могу там, если меня так прям лень делать, то я бы, не важно, какой общий знаменатель, я могу просто взять произведение знаменателя этих чисел, понятно, что это будет перебор, и эту дробь можно сократить, прийти к несократимому виду, мне это не важно. И главное, чтобы была хотя бы какая-то дробь, для которой это равенство верно. то есть, я могу вынести, ну, если у меня многочлен имеет вид там aN на bN на x степень n плюс 0 на b0, то я могу это привести к такому виду. Могу тут знаменатель написать bN на b0, это у меня будет b. А дальше сверху будет какой-то многочлен, у которого будут какие-то там странные коэффициенты, там cN x степень n плюс 0 на b0, где там cN это у меня aN на bN минус 1 и так далее, b0, там cN минус 1 это bN на aN минус 1 и так далее, b0. и так далее. И потом просто из знаменателя, ну, это будет 1 на b на какой-то многочлен, а потом просто из него вынесу его носитель, то есть нот коэффициентов и будет a умножить на g с крышечкой от x. Я любой многочлен с коэффициентами с дробями могу просто вынести эти дроби и привести все к примитивному виду. Ну, давайте это сделаем для вот этого равенства. Ну, получится такое равенство, смотрите, f от x равно AB на g с крышечкой от x на c делить на d на h с крышечкой от x. Умножим на bd получим b умножить на d на f от x равно а на c на d с крышечкой от x на h с крышечкой от x. Потому что я там писал, из этого равенства следует, что так как f от x не при... f от x примитивный, следует, что f от x равен просто произведению этих многочленов с крышечками. Потому что если у меня... Ну, с точки до коэффициента... с точки до противного элемента. Потому что у меня написано, что какая-то большая константа умножена на примитивный многочлен, тут написано какая-то другая константа на примитивный многочлен. Значит, эти константы ассоциированы. Ну, значит, я могу написать, что... Ну, давайте я дальше в какое-нибудь новое место продолжу. Теперь сюда. То есть у меня тогда будет выполнено, что f от x ну, оно там равно u на с крышкой от x аж с крышкой от x где u обратим. Ну, если я не хочу с ассоциированностью работать... Значит, у меня выполнено вот такое равенство. Ну, все, тогда я получил, что многочленов от x разложился в произведении двух многочленов, у которых степень меньше. Степень этих многочленов она такая же, как у многочленов степень с волной, потому что я ничего другого, кроме как поменять коэффициенты, просто вынес, я ничего не сделал. В этом степени у этих многочленов все еще больше на единице я получил разложение в k от x. Следовательно, f от x не неприводим в k от x. Ну, я получил противоречие. просто. разложим ну и последнее, что мы будем сделать, это доказатель в трубине 4, про то, что если f от x не разложим в k от x и степени больше либеральной единице, то он прост в k от x. как мы это доказываем? Ну, возьмем многочлен, пусть он дотроится этим условием, тогда значит, если он не разложим в k от x и степени больше либеральной равен единице, то, как мы уже обсуждали, он примитивен, потому что у него не может быть, он не может делиться, все коэффициенты не могут делиться на одно и то же простое число, тогда он по утверждению 3 не разложим в f от x по утверждению 3 тогда он там простой элемент ну и тогда докажем, что он прост и в k от x возьмем пусть у меня есть произведение двух многочленов делится на f от x тогда, потому что f от x просто f от x в поле частных найдется один из этих многочленов он разделится в поле частных тогда ну без ограничений в обществе допустим это g от x g от x будет равен f от x ну на какой-то q от x волной где q от x он многочлен с плохими коэффициентами из этих многочленов разделится допустим первый значит там будет какой-то частный ну давайте его q с волной обозначим сделаем то же самое что в прошлый раз запишем q с волной от x как а большой делить на b на q с крышечкой от x тогда будет верно вот такое равенство смотрите ну у меня будет написано g от x это f от x на а делить на b на q с крышечкой от x ну g от x какой-то многочлен из k от x давайте я тут напишу я не писал ведь его многочлен конечно с обычными коэффициентами ну можем тоже из него носители вынести но будет вот такое равенство значит b умножить на носитель g на g с крышечкой от x равно f a на f x равно а на f от x на q с крышечкой от x где g от x крышечка f от x и q от x крышечка это примитивные многочлены а остальное а остальное это константы значит я могу делать то же самое что я делал в прошлый раз а именно вынести эти множители и тогда будет верно верно равенство что g с крышечкой от x равно f от x на q с крышкой от x ну ассоциировано ну а отсюда будет следовать что g с крышечкой от x оно делится на f от x потому что если у меня ну это будет равно обратим элемент на f от x на q с крышкой от x значит g с крышкой от x делится на f от x ну а g от x это у меня какая-то константа на примитивный многочлен значит g от x тоже делится на f от x ну вот я доказал что если у меня деление если выполнена равенство с делением для многочленов с кеми знаменателями то g от x делится на f от x как элемент кольца поличастных то он делится и в кратекс тоже то есть получилось что если у вас то есть удовлетворение это выглядит так да что если у вас многочлен разделился на другой многочлен многочлен с целыми коэффициентами разделился на другой многочлен с целыми коэффициентами и получился многочлен с целыми коэффициентами а самая коэффициентная целая то есть не может быть такого что вы разделили многочлен с целыми коэффициентами многочлен с целыми коэффициентами и получилось что-то очень плохое Ну, при условии, конечно, что этот многочин примитивный Понятно, что вы можете написать какое-то странное равенство Что x плюс 1 равно 2x плюс 2 на 1 вторую Такое работает Но у нас еще этот многочин примитивен То есть у него нота равен единице А тогда, действительно, у вас, если Один многочин делится на другой И этот многочин, который мы делили, примитивный Тогда получается, что он на него и так делится Именно из-за его примитивности Ну вот, значит, мы доказали, что это x прост Ну, осталось доказать теорему То есть мы, на самом деле, уже все доказали Но давайте я пару слов еще скажу про разложение Так, доказательство теоремы Значит Для того, чтобы проверить, что k от x фукоториально Достаточно проверить Что, во-первых, существует разложение И второе Любой Неразложимый Элемент Прост Второе Вот мы обсуждали только что Вот у нас первая часть Для константа утверждения 1 А для многочин в бестепени больше, чем 1 Это утверждение 4 Мы вот это вот доказывали Пункт 2 Ну, пункт 1 В принципе Для хороших колец Это не отировость Но, в принципе, из того, что мы написали Уже понятно, что если у вас есть произвольный многочлен Вот вы берете многочлен g от x Дальше вы носите его Носитель Получаете Отдельный коэффициент И отдельно Примитивный многочлен И Нетер вы Ну, хорошо Ну, в смысле, мы доказывали в прошлый раз Что если к ньотеру, то к от x ньотерова Если ньотерова кольцо, то там не существует разложение А значит, если у вас, ну, кольцо ньотерова То к от x тоже ньотерова И все работает Но, в принципе, вам нужно Если вы хотите в общем случае доказать То Я могу так Давайте я указания дам Мне кажется, это несложно доделать Ну, то есть Вы берете многочлен, выносите носитель Это с примитивным многочлен Дальше вы носитель раскладываете В К На простые сам множители Это всегда есть разложение А мы знаем, что они разложимые В К и в К от x Константы одинаковые Они разложимые в К и в К от x Поэтому Если у вас есть разложение в К То оно работает Ну, а примитивный многочлен Вы Просто Раскладываете В f от x Только Поскольку вы его разложили Ну Если у вас есть разложение То вы потом его до множителя Вынесите общие множители На них тебя посокращаете И останется произведение Примитивных многочленов С К от x Ну вот там нужно сделать Этот трюк еще один раз И все должно получиться Ну вот это упражнение Что Это получится Но это как бы так Ну разложить Ну как берете Расклад всего Ну вот вы его разложили В какие-то многочлены С волнами Плохие многочлены В каждом многочлене Вы выносите Числитель-знаменатель И оставляете Многочлены Примитивные Вот из того Что было сказано До этого Следует Что Тогда же От x С крышечкой Это просто F1 с крышечкой На Fn с крышечкой От x То есть Мы разложили На многочлены Причем они будут Неприводимыми На тк от x Ну вот Я как бы Идею сказал Мне кажется Детали уже Вы сами Вполне можете сделать Это не сложно Ну это такой будет Доп Доп Вопрос Ну а значит Таким образом Мы доказали Что Разложение существует И Единственное Потому что Любой неразложение Элемент прост Ну все Значит мы доказали Уже тем самым Что вот Например Кольцом многочленов От нескольких переменных На тк Оно там Как-то реально То есть можно Откладывать И в принципе Даже С небольшими Хищениями Можно доказать Что если у вас Кольцом многочленов От бескреченных Шла переменных Тоже факториально Но это Там Ну например То есть надо Чуть-чуть Подкрутить И тоже будет работать Так У нас дождалось Некоторое количество времени Смотрите Значит у нас Мы постепенно Заканчиваем С первой половины курса И переходим Ко второй То есть мы вот Поговорили про факториальность И доказали Все что было можно Не боясь Никакими сложными Средствами То есть мы там Поговорили про Вот эту вот Идею С обобщением До количества натуральных чисел Основной теремии Арифметики На натуральных чисел На более общие кольца И Самое первое большое Вообще не было то Что Кольца главных идеалов Это факториальное кольцо Это факториальное кольцо А второе Это вот эта вот теорема Ну на самом деле Там осталась одна дырка Опять же То есть все что Вот мы там написали Большое вложение колец Единственное что мы не сделали Это мы не привели Пример кольца Кольцо главных идеалов Но неевклидова Но там такое техническое доказательство Что Там Я решил что Лучше я подробнее Что-нибудь Простое расскажу Чем буду это доказывать Но если есть желание То Если останется время К концу курса Внезапно То я может быть вернусь И что-нибудь про это расскажу Там в общем Довольно техническое А что Перейти К второй половине курса Важно Можно запомнить Только там Два утверждения С первой половины А именно мы По ходу дела Мы доказали такой факт Да что То есть если вы берете поле То Кольцо многочленов Над этим полем Это ивклидовое кольцо То есть кольцо главных идеалов Значит если вы берете Неприводимый многочлен То если вы отстанализуете Фатекс по идеалу Прожденным этим многочленом То вы получите поле Потому что в кольце главных идеалов Любой простой идеал максимальный Если фатекс неприводимый То фатекс прост Значит идеал порожденный Фатекс тоже прост Значит он максимален Поскольку он нетривиален А значит фактор это поле Ну вот этим мы будем пользоваться Очень сильно Когда будем говорить про расширение полей Собственно вот мы взяли поле Что-то взяли Кольцо многочленов Совершение неприводимое В кольце главных идеалов Получили поле И что самое интересное Поле в него вкладывается То есть это вот Самое естественное Расширение полей Которое только может быть И мы вот про это будем говорить О второй половине курса Но как бы завершая Эту часть Нам хотелось бы понять Для этого Какие многочлены Вообще не приводимы Ну вообще здесь Вот мы сказали про факториальность Понятно что Если мы хотим Разразить константу То мы умеем делать в К Хоть как-то И хотелось бы понять Есть ли какие-нибудь способы Способы узнать Когда многочлены Не приводим Над каким-то полем Ну вот сейчас я Попробую Что-нибудь рассказать Про это Может быть я не все случаи Расскажу А только часть Чего успею И так я на всякий случай Скажу что То есть в следующий раз Мы перейдем к совсем Новой теме К решению полей Поэтому если там кто-то Уже сильно отстал И не успевает Можно смело Переходить на следующую лекцию Если есть силы И там просто можно Забыть все Что было в прошлый раз Кроме вот этого Женика Которое написал И будет просто Ну как бы Будет все новое Так Ну какие у нас есть способы Ну простой способ Такой Значит Ну давайте я такие случаи Буду рассматривать Значит если Начнем с простого Значит я буду считать Что у меня f это поле И хочу понять Когда Многочлен на нем Не приводим То есть если у меня Степень его равна Единице То он не приводим Это настолько сложное Трежение Что я даже доказывать Его не буду Да Но если степень единица То Шич приводим Приводим значит Приводим двух Многочленов То есть степень единица То у один самочлен Степень ноли Значит он обратим Да Вот это Хорошо Значит если Степень Два или три То Неприводимость Равнасильна тому Что нет корней Ну это вроде понятно Потому что если бы Если есть корни Многочленной степени Единического То он сразу Не может быть Не приводим Потому что он делится на Ну у нас есть Терем безу Что ф от х делится на Х минус альфа Если ф это корень Значит так Давайте я это Что-нибудь напишу Если к альфу Корень Ф от х Тогда Только тогда Когда ф от х Делится на х Минус альфа С другой стороны Если ф от х У нас Хоть на что-то Раскладывается Если он степень 2 Или 3 То один самочлен Должен быть В степени 1 Потому что у него В степени все Они нулевые Должны быть Значит если 2 То это будет 1 плюс 1 Если 3 То будет 1 плюс 2 Ну или 1 плюс 1 Плюс 1 Поэтому со множительной степени 1 Будет обязательно Значит есть корень Вот То есть Если есть корень То обязательно Ф от х Делится на х Минус альфа Значит он приводим А если он не приводим Сейчас А если наоборот Он приводим Тогда у него Есть со множитель Первой степени Если ф от х Приводим То Это 3x равна g от х На h от х Причем Степень g от х h от х Больше или равна единице И сумма 2 или 3 Ну и тогда понятно Что какого-то из них Единица Значит у нас Есть со множитель Степень 1 Значит есть корень А в частности Если вы хотите говорить Про многочинные С рациональными коэффициентами Знаете ли вы Как проверять Что у многочинных Нет корней рациональных Есть ли какие-нибудь Мысли То есть пусть у меня 2 для q Значит смотрите Ну многочинные Социальными коэффициентами Удобно приводить Можно до множительного Общей знаменатель И сделать его Многочинными Социальными коэффициентами Ну то есть Свести уравнение К уравнению Социальными коэффициентами Поэтому нам удобно писать Считать что у нас есть Многочлен какой-то И все коэффициенты у нас целые Какие у него рациональные корни могут быть? Да Значит если у нас П q Корень f от x То тогда А n делится на q А 0 делится на p То есть у вас есть Конечное число Вариантов Если вы все переберете И они не подают Значит корней нет Так что для Многочинной степени 2 и 3 Можно Проверять Это дело вручную Так Надо ли доказывать Ну как Ну давайте посмотрим Подставим Пусть у меня Это корень Нам нужно на q в степени Н получим равенство Ну вот такое равенство Где у меня Все слагаемые Кроме первого Делятся На q А все кроме последнего Делятся на p Тогда А n p n В степени n Делится на q Ну и а 0 q n делится на p Ну понятно что я имею ввиду Что здесь Несократимая дробь Иначе Ничего не будет работать То есть это Несократимая дробь Поварно Они взаимопросты Значит у вас А n делится на q И а 0 делится на p Так ну Там еще два 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 способа есть Один я успею рассказать попроще А второй чуть посложнее Я расскажу в следующий раз Мы собственно с этого начнем Следующую лекцию Ну наверное я не знаю Может быть у вас тоже где-то рассказывали Значит третий А давайте я тут напишу Третий Он только работает для q Опять же Пусть у вас есть многочлен Ну Можно его обобщить на Более общую структуру Но будет чуть Ну как бы там В общем сложности некоторые будут Нам нужно чтобы У вас было То есть Нужно чтобы это кольцо было Кольцом частных для кого-то кольца k И там в общем нужно факторизовать Ну В общем можно О чем пока Не думать Мы в основном будем заниматься решениями q Поэтому Будет понятно что происходит Значит давайте я напишу А потом спрошу Это правда или нет Берем все коэффициенты по модулю p То есть пусть Существует p Такое что f от x По модулю p Не приводим Правда ли что Тогда f от x Не приводим То есть вы можете Ну У вас там многочлен Знаете там Какой-нибудь Большой степени Ну вот там Пятой степени Вы Про корр Ничего не знаете Но Если возьмете По какому-нибудь простому модулю То По простому модулю Существует не очень много Не приводимых многочленов Потому что там всего Многочленов Кажется степени И конечно число Поэтому там перебор простой И возможно вам удастся Найти такое p Что вы взяли по этому модулю Получился не приводимый многочлен Верно лишь тогда Самый ф от x не приводим Ну давайте пробуем Написать какое-нибудь доказательство И поймем оно вообще Работает или нет Ну пусть Пусть это не так Тогда f от x равно g от x на h от x Ну я имею ввиду Что тут конечно не приводим В zp А тут не приводим на q Потому что на z Он может быть приводим Можно какой-нибудь Может ли вынести А на q Это более серьезно Значит если у нас есть Разложение на q То у нас степень этих многочленов Они Больше либо равны единица И меньше либо равны Ну n минус 1 Берем все по модулю p Получаем Ну давайте я Возьму В квадратных скобочках Ну могу Укратить скобочках Только с вами многочлены взять Чтобы Это вот По модулю p Ну тогда Получается что есть равенство И по модулю p Значит многочлены по модулю p Приводим Получаем противоречие Значит многочлен не приводим Работает вообще так нет Ну Значит у нас есть равенство По модулю p Значит многочлен по модулю p Он тоже приводим Поэтому многочлен и Ну получается противоречие с тем Что тут написано Поэтому многочлен fx не приводим Что-что Какие-то нет У вас нет дробей У нас все целые коэффициенты целые Какие Так еще раз смотрите Я использую следующий факт Да смотрите Я использую вот Первое Я использую технику которую я сделал Поэтому если у меня многочлен Он Разложим в q То он И разложим в произведении Многочленов с целыми коэффициентами Это вот Сто процентно Потому что Если у меня Я могу до множества знаменателей Получить многочленов с целыми коэффициентами Поэтому это все Многочленов с целыми коэффициентами Теперь Что вы говорите по модулю p Ну они могут выразить константы У них же Да Что? Хорошо Да Понял Так Я все понял Все очень плохо Неосформулировано Сказал ЗП просто не поле Поэтому если по непростою Ну давайте я скажу Да Тут проблема с вырождением Она может произойти Если у вас У этого многочлена уменьшится степень Потому что Если у этого многочлена степень Останется той же самой То тогда Им некуда деваться Кроме как степень не потерять Потому что иначе ничего не будет работать И тогда все будет валидно Поэтому нам нужно Чтобы это было простое Но еще чтобы n не делилось на p Вот это условие должно быть дополнительно Тогда Когда вы берете по модулю p У вас Многочлен Вот этот многочлен Степень у него равна n Все еще Потому что Старший коэффициент не обнулился А тогда Если у вас есть произведение двух многочленов Которая степень равна n А у этих многочленов Изначально была степень n Тогда степень многочленов не уменьшилась И поэтому степень Ну у них старший коэффициент тоже не делится на p Поэтому степени не поменялись Они не выраждаются И так что Так что действительно это работает Только надо проверить Что старший коэффициент не делится на p Например если он равен единице То такая штука работает То есть вы берете там Сейчас начнем Придумать 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 Но ничего не придумывается Ну там Берете многочлен Не знаю И с кубик плюс 1 Нет И с кубик плюс 1 плохо И с кубик плюс 2 Минус 2 на курице должно быть Да И с кубик минус 2 Ну берете вот такой многочлен Сейчас Работает Нет Нет Наверное И с кубик минус 2 Потому что Если бы Ну как бы Он не разложен Потому что Если бы были корни То Ну у него нет корней Потому что 0 Поставляешь будет 1 1 поставляешь будет 2 2 поставляешь будет тоже 2 Поэтому у него нет корней Значит он неприводим На Z3 Значит От многочлен Не приводим На Z2 Это конечно Такое странное Не приводим На Z Значит На Q Это конечно Странное Такое может быть Используем Но по крайней мере Это вот так Можно делать Окей Так Ну Я понял Может быть Надо еще Затем подумать Но дальше Осталось Затывать Про критеризм Штейна Которые Мы уже услышали И Вот у нас будет Список Критериев По которым Можно Приводимость А дальше Мы можем Говорить Про Решение Полей Так что Значит Опять же Можно Если Прямо Очень нужно Там Я готов Начать лекции Потратье Какое-то время На консультацию Это вообще Не проблема Просто Не напишите Что вы хотите Со мной поговорить Там все плохо И я готов Что-нибудь Обсудить Вот Но пока Нет вопросов Сложно Как-то говорить А так Все Ладно Спасибо Счастливо До следующего Раза